Вот появилась первая реакция на наше расследование по эскорт-услугам. Корреспонденты Лайфа изучили тайные каналы вербовки элитных путан, продающих любовь арабским шейхам, высокопоставленным чиновникам и миллиардерам из списка Forbes. И вот в этом самом чате, в Телеграме, где велась эта переписка, сейчас появилось вот такое объявление девочки. Я его прочитаю в связи со сложившимися обстоятельствами для нашей безопасности. Прошу не публиковать посты о работе в группах, скрывайте свои номера и названия, пару недель вообще не ведите активность, чистим всех в группах. Если кого-то удалили по ошибке, напишите в личку со скринами и доказательствами, кто с вами работал. Вот так вот в подполье, в глубокое теперь вся эта система уходит. Но Константин Придебайло расскажет предысторию, он как раз проник в один из таких секретных чатов в Телеграме и готов рассказать самое интересное. Эскорт расцвел пышным цветом в нулевые. Вырос, по сути, из обычной проституции. Тогда у людей появились большие, легко заработанные деньги и одновременно статус, который требовалось регулярно подтверждать. В том числе за счет окружения себя статными красавицами. Девушки из того времени, сейчас успешные руководители клубов, ресторанов, даже телеведущие. Вот как туда попасть и вообще как это работает. На самом деле все очень просто. Девочки, красавицы, нужна блондинка, желательно до 19 лет в бодру. На 3-4 дня. 23 июня вылет, 1000 евро в день на руки. Пишем строго в WhatsApp. Нужна красивая, молодая, полностью натур. Строго свои волосы. Губы можно маленько сделано, но не вареники. Рост от 173, без каблуков, с длинными волосами. Нерабочие. Также ищет на отношения. Возраст до 26 примерно, но чтоб выглядело молодо и натурально. Грудь, волосы строго свои. Только с видеопроходкой в купальнике и селфи. Девочки, кто с английской визой. Поездка в Лондон 24-25 июня на 2 дня. Оплата в день 1000 долларов. Нужны натуральные с формами. До 24 лет. WhatsApp. Очень нужна еще одна девочка. Кто еще не скидывал фото? Ну вот так вот орфографию мы постарались сохранить. Это действительно реальные предложения менеджеров эскорт-агентств. Ну или просто это люди из тусовки, которым нужна компания. Они представляют клиента, как правило, и разыскивают девушек, руководствуясь пожеланиями и требованиями. Вот только что было объявление. Губы могут быть сделаны, но не вареники. На самом деле это сейчас редкая вакансия. Сейчас хотят в основном видеть натуральную красоту. Вот больше таких сообщений эскорт-скаутов можете на Live.ru почитать. Кстати, несколько бывших эскортниц, а ныне опытных менеджеров, пару лет назад, собственно, и создали вот этот закрытый чат-группу. И сейчас там уже столько девушек, что начали делить вот эти чаты по географии. Работа, например, СНГ и популярный Дубай. Также по комплекции девушек. Например, по размеру груди. Есть чат, называется 4-3-2. Но меньше обычно не просят. Также могут быть от 175 пышки, только шатенки, только крупные, только блондинки. Такой чат существует. Группа высоких бюджетов есть и маленьких бюджетов. Вообще это целый мир красивых и дорогих девушек. Вот одно из объявлений. Ищут топ. То есть тех, кто обладает выдающейся красотой, например, выигрывал конкурсы красоты, является известной моделью, актрисой, спортсменкой, балериной, певицей, ну и так далее. Узнаваемое лицо, в общем. Услуги таких девушек стоят от полутора тысяч долларов за одну ночь и до бесконечности. Некоторые даже платят за появление на обложках журналов. Так больше шансов, что тебя в итоге заметят и ты автоматически станешь вот тем самым топом. Но в среднем за один день вообще девушки зарабатывают 38 тысяч рублей. Им компенсируют авиабилеты, такси. Конечно, за секс платят дополнительно. Собственно, это и есть основной доход. Ну, скажем так, это чаевые эскорты, за счет которых девушки и живут, как правило, все оговаривается изначально с агентом, кто, что, сколько. Кстати, вот эти сводники забирают себе минимум 15% за то, что состыковали тех, кому хочется, и тех, кто не прочь. Но именно благодаря телеграмму искать новых и разных девушек стало проще. Сразу можно созвониться, все строится на доверии. Если девушка решит утаить от менеджера часть заработка, это вскроется, никогда и больше в этой сфере не работать. Но для тех, кто любит кидать, созданы даже группы. Называется Черный список, Блэклист. В нескольких сообщениях, что мы нашли в спецчате телеграммы, предлагаются поездки к некоему шейху Мансуру. Вероятно, речь идет о родном брате президента Арабских Эмиратов Мансури Ибн Заид Аль-Нахайяне. Одном из богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Известно, что Мансур заказывает девочек чаще всего, и поток фактически не останавливается никогда. При этом он достаточно редко с ними спит. Чаще всего они просто сидят за соседним столиком, пока тот ужинает. Но, тем не менее, девушек предпочитает помоложе. Искали даже дам для обслуживания гостей Международного экономического форума в Петербурге. И также к неким сильным мира сего. Тоже подбирали компанию совсем недавно. Но не все так безоблачно и красиво, как кажется на первый взгляд. Проблема безопасности самая острая в этом бизнесе. Нередки случаи, когда девушек похищают, избивают, насилуют. Иногда они пропадают без вести, поэтому участники бизнеса разработали свою систему защиты. Если никому неизвестный пользователь все-таки вступит в группу, в чат, и его не забанит администратор, то на его предложение о работе никто не откликнется, потому что его никто не знает. Например, меня выкинули из этого чата спустя 12 часов. Ну, правда, я там ничего не писал, только наблюдал, но, видимо, раскусили. В черный список, кстати, попасть могут не только заказчики, но и сами девушки. Бывает, что они ведут себя неадекватно на тусовках. Ну, например, перебирают с алкоголем. Но есть проблемы внутри самой индустрии. Несколько дней назад в один из отделов полиции Москвы обратилась красивая девушка. Сказала, что ее знакомая украла 4000 долларов, но все бы ничего. Но они обе зарабатывали на жизнь именно таким способом. А какие баталии разворачиваются за клиентов, ведь те готовы платить за все. Начиная от поцелуя и заканчивая, сами знаете, чем. Телеграм действительно стал новой площадкой для такого рода бизнеса. Шифрование, безопасность и доступность в любой точке мира. И сразу есть телефон. Кстати, подругу можно пригласить по инвайт ссылке. В общем, полная свобода, разврат и вроде бы легкие деньги, которые, бог знает, что могут принести, не считая хруста, купюр. На лайфру мои коллеги написали большой материал расследования. Само собой проиллюстрировано это все скриншотами из вот таких секретных чатов. Там есть требования к девушкам, места тусовок, Лондон, например, звучал Монако. Также гонорары и, само собой, разборки, которые потом происходят. Даже сленг их расшифровали. Вот, например, нолик значит девственница. И вот мы запустили на лайфру опрос. Может быть, пора в России легализовать проституцию. Вот что думают наши читатели. Тут даже комментарии все излишни. Посмотрите. Две трети за. Продолжение следует.